Иван Васильев Прыжки заставляет зал в едином порыве воскликнуть «Ах!». Его путь к успеху – тоже опасный прыжок, совершенный с помощью родителей. Чтобы сыновья получили хорошее образование, им пришлось переехать из Днепропетровска в Минск, пожертвовав обустроенным бытом. Никто не задумывался, какие надо приложить к этому усилия, средства, риск, не риск. Надо было, надо было их отправить. Это была просто идея, такой фикс, что им надо учиться, потому что желание было безумное. И не поддержать такое желание, я считаю, это было просто преступно. Нет, риска никакого не было, потому что я говорю, я если увидел цель, я ее добьюсь. Поэтому риска никакого не было. Надежды родителей Иван оправдал. Собрав все престижные балетные награды, которые теперь хранятся на подоконнике, в 17 лет он ворвался в Большой театр, получив главные партии в «Корсаре» и «Дон Кихоте». Но роль, о которой он мечтал, казалось ему еще не по возрасту. Я хотел истанцевать Спартака Григоровича всегда. И я жил этой мыслью, я смотрел записи. Я приехал в Москву, и как-то мысли о том, что Спартак, казалось, еще рано. Мне было 17 лет, и еще рано, рано, рано. Потом мне исполнилось 18, и мой педагог мне говорит, давай готовить Спартака. Я чуть не умер там. Потому что мне так захотелось это. И я прям вот, когда говорят, что давай осуществим твою мечту. Я такой, да, все, супер. Мы репетировали с Владимиром, и пришел Григорович. И мы его очень так хорошо порепетировали, и для меня это было просто событие. После того, как он ушел, я стоял, и еще минут 15 улыбался просто. Фильмы есть, вот два хороших фильма, которые всегда смотрю перед Спартаком. Это «Храброе сердце» с Мэллом Гибсоном и «Гладиатор» с Расселом Кроу. Вот эти два фильма, которые я смотрю перед спектаклем, чтобы как-то настроиться. Самый молодой за всю историю Большого театра Спартак смотрится в этой роли весьма убедительно. Видимо, защищать и опекать в природе Васильева. Это проявляется и в том, как Иван говорит о любимой девушке. Партнерша по сцене – балерине Наталье Осиповой. Она как маленький ребеночек, то есть она смотрит широко, открытыми глазами и искренне верит во все. Поэтому ее надо вот оберегать, защищать, беречь и помогать ей во всем. Но в то же время она очень самостоятельный человек, замечательная балерина и личность. Но в то же время для меня она всегда остается маленьким ребеночком таким, который рядом. Его зовут Люсьен. Когда мы отдыхали с Наташей в Испании, мы увидели на улице вот такую породу. И Наташа сразу сказала, что вот все, хочу такую собаку. И мы приняли решение, что мы купим собаку. Теперь у нас вот с Наташей у нас общая собака, которая радует всех, всю мою семью и вообще всех гостей, и всех-всех-всех. Ну, как бы это мама у него. Наташа Осипова, а папа Ваня Васильевна. А этот домик для Люсьика, он же Пуфик в прихожей, мужчины семьи Васильевых сделали своими руками. В их новой квартире, купленной для Ивана Большим театром, все продумано до мелочей. Например, одна из комнат оставлена пустой, чтобы и дома можно было бы репетировать. Да, я помешан на балете. Я обожаю балет, я готов о нем разговаривать всегда. И так же, как и Наташка, мы вместе можем разговаривать все время о нем. Вот, но мы любим сходить и в кино, и в боулинг, и в бильярд, и в кафешке посидеть там до утра. А, это нормально. А в шахматы периодически играем. Ой, не влез. С мамой периодически играем в шахматы. По очереди друг у друга выигрываем. Во всем ненавижу проигрывать, поэтому всегда хочу выиграть и стремлюсь к этому. Он увлечен работой, любит семью, пишет стихи на досуге, мечтает построить большой дом, а на мир смотрит с улыбкой. Иван Васильев нас совершенно очаровал. Ведь так приятно, когда герои на сцене и в реальной жизни оказываются хорошими людьми. Нет, не могу сказать, что я себя чувствую звездой. Я чувствую себя человеком, и я люблю общаться с людьми. Некоторые звезды не такие уж и общительные. Поэтому я, наверное, человек в первую очередь. Это был финальный сюжет нашей сегодняшней программы. Смотрите «Блокнот» по понедельникам. С вами был Илья Кухаренко. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!